Они выиграли с ФП землей. И предыдущую выиграли Азур с ФП. Ну вот, сразу, по земле тут. И сейчас вот ФП снова в Азур, поэтому ты, как говорится... Тар по земле. Сейчас посмотрим. Ну и обратно Клака заберут, наверное, опять в XenQ не оставят, наверное, героев никаких. В принципе, раздрафт будет похож, наверное, на первую карту. У XenQ есть еще Рубик. А, Дум ФП, окей. Дум тоже кайф. Идлогер в Куре остался еще. Вокер, да читай инвокер не взлетает. Да, он вроде бы какой-то сильный, ну, в последнем патче. Но я вот смотрю на этих вокеров, и что-то я не вижу от них импакта-то куча вообще. Не знаю, мне не особо заходит. То есть, например, смотришь на XenQ, например, на Клапе, да, и вот инвокер. И что-то от Клапы как будто больше толку. Ему комфортнее просто на этой Клапе играть. А вот на инвокере ему не прям комфортнее. Отдайминг. Сразу засекрюли себе линию против этого Дума. Чтоб потяжелее ему стоялось там. Короче, наверх заберут гирокоптера с чем-то. Потому что они взяли Дума на ФП. В Дума не берешь гирокоптера, потому что душат. Они вынуждены взять что-то. Сейчас у них один бан, они там какого-нибудь Сики раззабанят. Или контроп по дефолту. И откроются со своей таблы. Странная история с этим, с Думом против... Точнее, с андаймингом против Дума. Потому что на линии понятно. Но вроде как Дум, он камбэкает довольно-таки легко по игре. Просто хил под Дум не работает. Тамба под Дум тоже работает плохо, потому что он слишком долго длится. И нормально подсейвить сложно. Типа чел вместо того, что получает урон, сидит. Какого-то фокуса других героев он как бы избегает. И тут смотри, в чем суть. Дум, он не просто, типа, герой, который, как ты говоришь, Дум кидает. То есть это герой очень сильный на линии, в первую очередь. Многие кэри от него очень сильно страдают. Поэтому и раньше была вот эта популярная связка с Сикер плюс один. Потому что Сикер лич, типа. Потому что они Дум разносили на линии. А так у любой кэри... В те времена, я помню, мы брали интервью постоянно у всяких там... У Дурачьё, Антохи, у кого-то. Они все говорили, что против Дума практически невозможно стоять. Очень тяжело линию стоять. То есть защитились с этой точки зрения. Да, то есть защитили линию. Там еще и Дум не факт, что три. Потому что эти ребята тоже знают, как его... Да, четыре Дума сейчас тоже, в принципе, популярная тема. Переставлять. Так, ТС сразу ОД. Причем уже от Экстрим. Главное, сразу ОД, не Тринта забанили. Спорный бан, на самом деле. Не понравилось, видимо. Хотя мы, может быть, большого импакта не увидели, Эксеньки. Вы никакого не увидели импакта? Ну, да. А теперь просто поможешь проверить перед следующей карточкой. Так, ну опять мой любимый герой ОД. Ну вообще теперь уже снизу, вот сверху покажется концепция. Хоть и один герой, но все равно ты прыгнул, дал Дум. И фокусишь какую-то цель. А снизу уже два героя, которые ломают Драку. Потому что Астрал и Тамба с подсейвом. Где-то подсейвить. Много героев, которые у нас есть урон. И ты как бы кого-то сэвишь, а остальных теряешь. Ну да. Ну и герокоптер мы все еще полностью устраивали. То есть он на ВКБ соберет, он из Тамбы. Выкачивает все, что угодно. А то у него очень плевать. На герокоптера будет Морф, Дровка и Разор. Такое может быть. Ну давай так, у них закрывающий в этой стадии. Забрали все, что можно. На ком он еще может. А как сейчас Тинни на 4? Он не играет вообще. Тинни на 4, не знаю. Он играется. Я видел Тинни Вайпер связку на этих же квалификациях. Просто как будто это вообще сюда не подходит. Потому что уже Тинник занят слот. Ну то есть здесь Клок, а внизу. Какой герой? Я вниз имею в виду. Связка Андайн к Тинни настолько очень прохладная. Ты вот когда имеешь Андайн, ты всегда хочешь взять что-то рейнджовое. Типа Леона, Скаймага, Патму может быть под УД того же взять. Вернулись Казам. Ну вот, как ты и хотел. Не вялый УД Алина. А что ты, кстати, не говоришь, что экстрим вялый УД? Я сказал. Да? Ну ладно, я прослушал. Опа. А тут и агрессия взлетает. Хороший герой против Лины сразу же. Ну да. Плюс GT. Тир нужен дэмэдж под эту арену. Снепка Скай, Рубик в бане. Дарк Веллоу все еще. ДВ прикольно. Прикольно, на самом деле. Какие герои еще остались у XenQ? Ну, земель, понятно, забанен. Течка тоже. Рубик в бане. Тренда. Он же, помнишь, играл на ДВ-шке, на ДВ-25, там что-то там. Дарк Веллоу, XenQ. Как будто она здесь все делает. Что-то у него еще было. Все в шагах по трене. Мирана. Не стали долго думать. Нормально. В принципе, в арену под копье и стрела залетит, и под УД стрела залетит. Да, и под Астрал можно как-то сетапить все это дело. Вот, кстати, в мид прям вообще офигенная связка. Если особенно Мирана пойдет на четыре, она вроде как должна в мид выходить, под Астрала кидать стрелу, как в былые времена практически. Еще и к локу здесь сложно, так сказать, показать свои коги, потому что, ну, никак не получится. На линии с подмой тяжело. В мид ты выбегаешь, там, пытаешься поставить что-то, а тебя прячут условно. Ну, и все на этом столь заканчивается. Можно подкачаться, типа, везет батарейки, просто лица подвигать в какое-то время. А простройка это будет, думаю, все-таки, или четыре? Вот это интересно. Я батарейки делал. Как будто бы удобный герой, то есть, если Doom будет в деньгах, вот в ВД кинул, Doom. Пусть там зомби его сет, что угодно будет, он ничего полезного в дараке не сделает, пока Doom висит. Ну, Doom в ВД дать не так просто, мне кажется, до него добраться, то есть, он не будет стоять там где-то впереди. Давай так, сегодня был уже Doom в первой серии, который что-то вообще жесть какую-то творил. Нужно усиление линии против фондайинга, и чтобы просто как-то фолла вела. Окей. И просто ТБ уже третий раз подряд. Ну, опасно, конечно. Может, не в курсе по фикшену делал? Я думаю, они просто верят в своего героя, им комфортно с ним играть. Но выглядит пока жадно, если честно. Doom жадно, ТБ жадно, Лина магично жадно. Ну, они, наверное, знаете, как думают, что у нас есть Doom, типа мы засекюрим сейчас просто парочку банов дадим против ТБ, то есть морфлинга какого-то мы уже не увидим против Дума, побоятся его взять. Там что останется? Сларк какой-то есть еще, да? Слушай, ну в лейте они как будто бы уже 100% сильнее выйдут, если кто бы не появился дальше. Просто, опять же, у них 23-й. Велика вероятность того, что сейчас все-таки вылезет Doom 4 и кого-то еще на 3 доберут. Ну, тогда, ну, так это Экстрим все увидит. Ну да, но просто знаешь, какой герой не в бане? Какой? Брюмастер. Угу. Ну, такой, Брюдум. Представьте сейчас, вот сейчас. Брюдумы, они просто линия. 23-й сверху, Doom на 4 и Брюмастер 3 с ним. Куда Doom дают? Брюмастера? Если мы вверх его добираем. Так, еще раз. Брюмастер сверху? Да. На 23-й? Да. Doom плюс Брюмастер, линия? Да. Undying просто сожрет их с подрохами. Какая разница, у тебя только что был Брюмастер 1740 на 10-й? Не знаю, когда у тебя два героя, ну, вообще, объяснишь. Doom, Devour и в лес пошел. Клок, Коги и в лес пошел. На самом деле. Им реально на это сработает. Кто тебя удается здесь быстро сломать? Марс, может быть? Иди качайся. Под Undying можно взять Пашку в таком случае. Просто нафармиться на этой линии. Да, Пашка не очень в ТБ, но у нас на ТБ есть УД. Как будто, в принципе, вообще можно играть в Доту. Но есть нюанс. Сейчас нужно банить Вайпера, если мы хотим это скрывать. Ну, если в таком разрезе мыслить, как ты, что на ОД есть, то есть на ТБ есть ОД, тогда нужно просто брать старину Рейс Кинга и все. Ничего себе сказали. Жестко против Думы. И погнали. Жестко придумал, конечно. Я больше в антимаг поверю, чем... Антимаг, кстати, хочется посмотреть. Ну, это не та игра, где прям точно хочется взять антимаги. В четвертом. Сейчас посмотрим просто на героя. То есть важно просто, опять же, будет условное брюшко. Антимаг хорошо. Будет там, я не знаю, Дарксир в бане, вроде не в бане. Я бы глянул на антимага, честно скажу. Просто почему-то наитие такое вот... Сущность видишь, да? Сущность. Сущность, да. Наитие положить ноги на стол. Так, а если представим, что все-таки Дум 3, кого мы берем на 4? Ну, снэпка все еще есть, которая... Или нет ее? Просто у нас есть F1. Есть снэпка хорошая, которая как раз линию против фондайинга засекюрит очень неплохо. И по игре под клока она может настреливать неплохо. Так что это, в принципе, такой драфт будет сильный. Тимфайти добавит какой-то. Что-то как вам вариант стать клока на 4, пусть там стоят терпят, и добавить сайленсер еще? Мне вообще не нравится. Зачем тут сайленсер тебя? Ну, то он любую трауку тебе выиграет. У тебя не будет там Бенни, будет УД никого сайлить и так далее. Они все линии проиграют. Да они так их проиграют. Ну ты хорошая. Они их уже проиграют. Ну, а за Рейва, во-первых, каждый из нас выигрывали линию. У тебя, у тебя, Патман, любую линию приходит, она выигрывает эту линию. То есть ты не можешь на это никак уже повлиять. Это вот как говорят, ну хуже уже не будет. Типа да, поэтому давай сыграем в мид-лайтгейм. Все, гений получаешь. Все, ребята. Вот на этом моменте... Да, ладно. На этом моменте надо выключать трансляцию, потому что все. Осталось только им выиграть еще с этим сайленсером, тогда точно будет. Они проиграют линии, но они могут выиграть игру. Точно не проиграем. Зачастую не проигрываем, правильно? Да не надо выиграть битву. Вот и как я говорил. Все. Пожалуй, здесь я... Ребят, у вас лавочка какая-то на плюсы активы. Ребят, ну без негатива, но экстрим здесь выигрывают. Потому что у нас на ТБ есть ОД, Пашка, онлайн просто развалит линию в салат. И у тебя просто два саппорта, это ни рыба, ни мясо. Ты просто представляешь, вот сайленсер просто будет с кортика умирать. Он фоткает, он просто приходит и фоткает. У меня с этим вообще ноль проблем. Это у них и проблема. Это не мои проблемы. Я главное за предикцию посоветовал. Им надо придумать, как не проиграть линию против Патмы с кем-то. И им надо придумать, как они выформятся в лейт. У тебя они выиграют. На 50-й минуте это легкое для Азура. Опять же, смущает меня САД, которого я ненавижу. Знаешь, единственный способ выиграть у Азура? Надеяться, что никто не соберет Метеор Хаммер. Потому что табер дэмиджа очень мало. И тогда ты можешь терпеть и жить, и дофармливать. Короче, я на Азур. Ты, ну, Экстрим, Вов. Мне еще в моменте пика Мирана Экстрим уже гораздо больше нравились. Последние драфты это не изменили. Ну и плюс Экстрим первую почти выиграли. Вторую выиграли. Третью сейчас в салат вынесут, я уверен. Поэтому ждем победы от Экстрим. Но Метяй с нами не согласен. Посмотрим, чем закончится третья карта этого противостояния. Напомню, что было пять сражений. Поэтому самое интересное только впереди. Слово нашим комментаторам. Да, спасибо, ребята. Это, в целом, забавная аналитика получилась. Мы уже видели Лину на Китае. И в нее веры было мало. Пока она не купила себе Аганим. Не купила себе пятый Дагон. И просто не взрывала героя за одну секунду. Да, звучит, конечно, очень уверенно. Достаточно тебе всего лишь Аганима, Этериал Блейда, Хекса, Дагона пятого. И тогда герой, конечно же, заработает. В прошлый раз Сомнус действительно показал, что это сработало. У него получилось собрать те слоты. Так, и в чем твои сомнения? Ну да, надо дофармить до сороковой минуты. Но ты до сороковой минуты тоже можешь убивать. Имея просто Аганим. Короче, я не знаю. Это, по-моему, игра была тоже с Фантомкой. Я вот не могу точно припомнить. Но, в общем, не стоит надеяться на то, что гос будет врываться, убивать любого. В плюс слое, если Лина нафармит вот эти необходимые слоты. Напомним про акцию от Бутбум. Это руны фрибетов. Собирайте руны за каждую тысячу рублей ставки. И обменивайте их на фрибеты на Бутбум. Честно, вот немножко не разделяю мнение наших аналитиков. Которые говорят, что тут для экстрим приигра. Здесь вроде как и Лина против Фантомки хороша. И Дум против АД тоже отлично работает. Но какой-то сайленсер. Наверное, он их смутил. Который появился в последней стадии пиков. Все ожидали, что Дум будет четверкой. Но, судя по всему, стоп. Так, Дум четверка. Так, стоп. Дум четверка. Это сайленсер. Позиция три. Я вот только сейчас это осознал. Сайленсер Корр. Очень интересно. Но мы уже видели Чилиса на Вичдокторе. Да, да. И вот вчера, я помню, в аналитике все сидят и говорят, что это такое. И потом мы спашем, и мы не понимаем, что это такое. А эта линия разваливает просто в салат. Ну, посмотрим, как будет здесь нападение на ФА. Отспавливается Сомнус. Кровавая граната ФА добивает. Может быть, размен Дивай? Нет, не хватило удара от Сомнуса. И придется отступать. ФБ для ГОСТа. Неприятная новость для сложной команды Азуррей. Да, и Сайленсер может здесь выглядеть как корм. На него-то урона должно хватать. Это не Вичдоктор, который может просто под хилом стоять и ничего не чувствовать. Сайленсер все же суперуязвим. И Дум, если не найдет какой-нибудь Айс Армор, никак ему не поможет. А может быть, будет какой-то невероятный прессинг, который мы вот с тобой сейчас не ждем? Ну как? Может быть, и ждем. Просто... Ну, можно представить себе, когда Дум находит, допустим, Гарпию, Штормодела, постоянно харасит Фантомку. Все же Дум это такой не самый очевидный герой, как вот плайнинг у него будет проходить, потому что очень много зависит от крипов. Хорошо, Максим. А если Дум не находит Гарпию, Штормодела, находит какого-нибудь, не знаю, там, Урсу маленького съедает? Ну что-то он точно может. Все равно ты не ожидаешь доминации, что вот эта Курса летит, Сайленсер что-то бьет тебя постоянно. Я просто вижу, что Фантомке пока тяжелый реген сейчас улетит за минуту. Если сейчас получится как-то регениться ребятам за ДАР и под кровавую гранату просто на втором левеле прыгнуть у этого Сайленсера, ну никакой проблемы его убить не будет. Ставишь там бу, кидаешь дикей, кидаешь гранату, Фантомка замедляет и только тэп-аут там можешь спасти, и то не факт. Ну ладно, да, будем к этой линии возвращаться. Очень интересно складывается ситуация. Пока только два танка, Дивай уже отдает первую фласку и Флай. Ждем уровень 2 и на поисках крипов. Посмотрим, что там на кемпах, потому что маленький кемп прямо сейчас не заблочен. Там оба маленький кемпа не заблочена. Но тут скука. В принципе, хороший крип, который хилит. Но это неплохой крип, однозначно. Есть айс-армор и вот бесполезный кемп. Ну, айс-армор, наверное, да, самое пока интересное. Дивай на прессинге, прыжок. Да-да, о чем ты говорил, левел 2 поехала. Атака ФВай. А есть ли граната? Травовая граната. Челис пытается бить тамбу, просто тамба уничтожается. И на этом все. На этом все. Да, с тамбой сделали все на центре, ксэм. Одного удара не хватает. Сомнус должен уходить на базу. На ФВай прыжок. Земля горит. ФВай плачет. И как же Дивай, у них хватает гранат здесь, в этой ситуации. Надеюсь, что он их сейчас себе несет. Да, вот одну закупил. И под гранату убивать эту линию будет еще проще. Даже без гранаты сейчас справились. Судя по всему, Дивай просто его потратил на ФБ. На реке, когда за баунтером удрались. Легче не станет. Только если до ум найдет хорошего крипа. Да, пока... А вот я не уверен, и ФВай съел вообще? Нет. Роля, который хилит. Нет, нет, он вроде как... Или он просто его заигнорил. Он мимо прошел. Видимо, сейчас съест уже. Надо хоть какого-то крипа съесть. Лучше хоть что-то, что было. Этот реген. Чем ничего. Ну, а пытается, смотри, еще крипов здесь заспавнить. Ну, да, забавная ситуация. Дивай, наоборот, будет блочить. Обычно происходит обратное. Пытается пятерка стакать. И приходится съесть этого крипа. Единственное, манное, конечно, он очень много требует. 60 маны на захил. Ну, да. В любом случае, это лучше, чем ничего. Да, ладно. Как-то у нас очень много внимания на одну линию. Но оно и понятно. Тут экшен вести был. Да, мачен происходит. Можем перейти на боковые террор блейда с метой. И, может быть, мы увидим атаку под Клокверка. Цеплять можно даже Марса. И, кстати говоря, Марс остается один. На него атака и происходит. Марса избивают. Копье выталкивает Клока. GT. Ну, подобным образом он страдал уже несколько часов назад на этом Марсе. Поначалу. Ну, да, да. Там до блинка не было от него никакого, в принципе, импакта. Здесь же сомневаюсь, что линия сильнее или у врагов слабее. Точно так же можно убивать этого Марса. И Сайленсер погибает. Ну, я готов начинать через пару минут бухтеть вместе с тобой аналитиками. Пока идея непонятна. Вот с Рич-Доктором и Думом эта идея там с первых минут проявилась. Это было жесткое давление. Дум вот с таким же криппом был. И Буэльстерейшн, который просто не отключается. Фантомка топовый крипстат имеет. Кстати, крип получше, мне кажется, для атак. Так, можно разворачиваться. Это, конечно, если атаки будут, но нападают на Эфая. Землю подключает, Сайленсер подходит, Эфая разворачивается сам. Эфая сейчас еще подпуливает вражки крипов на большой кемп. Но могут на Эфая напасть. Второй волной, еще один ДК. Нет, Гост решил пока переждать. Восстанавливает тебе ХП с помощью флазки. Эфая уходит на 35% здоровья. На центре пострадал в этот раз ОД. Хороший был размен для Сомнуса. Ну и Сомнус вроде как по крипам проседает. И по левелу тоже у него были проблемы. На этой линии он четвертый, а Дэл уже почти шестой. Там по левелу ему не хватает. Ну, хотя Лина считается отличным героем в ОД наряду со снайпером. Большая дистанция. Ты редко ловишь Астрала, но, видимо, здесь Сомнус подставлялся. Так, заход на Джей Ти, но Мета должен быть в КД. И атака прерывается. Нападать здесь можно только лишь на Джей Ти. Мирана, по идее, нажмет лип. От атаки покерка не должна она здесь страдать. И КСНК куда-то уже уходит в лес потихонечку. Просто стрелы свои кидает, качает нейтралов. Наверное, можно. Легко выходить в мид. Поэтому любой Астрал, стрела, ми и фраг. Комбинация крутая. Да, сетап очень хороший. Здесь особо спасения. Ну, ты не найдешь. Так, на топе очередная атака. Госфод, раз пострадал, там Баватра стоит и должна Зурея забрать. Ох, девай, Денай, Томстоун. Еще и ДК по двоим может дать. То есть шансы выжить хорошие. И ДК по двоим дал. Удар от Сайлосера. Ракетка, рейндроп. Но удар от Сайлосера еще один. Но при этом ракетка свое дело сделала. Она просто лавижн. И вот тот самый сетап, видимо, через Астрал произошел. Подстрелок Синкью. Ну, тяжело. Тяжело будет что-то придумывать. Особенно на момент, когда в Эксэмом появится Блинкдайгер. Он будет просто прыгать на любого героя. Давайте Астрал Мирана будет выстреливать. Есть Сайленс против этого. Если прямо уж на Кора нападают. И нужно его... А что бы то ни стало спасти. Сайленс, наверное, иллюзии какие-то. Террор Блейда можно будет подводить. И принимать на себя атаку Мираны. Ну, это все, да. Глобал просто наживать, чтобы спастись от Астрала стрелы. Ну, часто ты это делать не сможешь. Нападение на Сайленсера. Как же мало остается у него силы. Выходит, спина Мирана. Иксэнкью тут же принимает. Сайленсер все же в таверне. Подходит Сомнас. Там по двоим. Лагуна появилась. И сразу же в Дивай ее выдает. Ну, хороший ответ получился. Удивительно. Четыре героя тут оказалось. Сомнас очень вовремя сделал ТП. Так бы там Фантомка могла точно пожить. Возможно, даже кого-то еще сверху убить. Отличается эта карта, конечно, от предыдущих. Где ФБ только на такой минуте было. А тут 10 фрагов. Напомним про акцию Торнадо Энерджи. Вы можете собирать коллекцию NFT. И выиграть мощный ПК. Розыгрыш проходит каждую неделю. Различных крутых призов. Подробности под стримом. Лина Арканы. Лина, само собой, должна быть магическая. Гост только прилетел. На него давление. Но тут ребята могут поплатиться. Хотя там, слушай, там очень много героев. Тут и Клок оказывается. И Лина рядом. Гост на один. Гост один. Если он наступит на какой-то вижен. Но тут, судя по всему, это вард стоит команды Dyer. Магия ночи. И не видят Госта. Но Гост, кстати, все видит. Потому что у него на телепорте стоит вард. Обошлось Анотрор Блэйд на нападение. Но тут скорее на GT было нападение. Луп был Сандером. Да, похоже, был Сандер. Там фулл ХП был в GT. И резко он стал лоу. И Тавер упал. Все это благодаря перетяжке Сомнуса. Потому что Катапульта была живая. Они подсекюрили ее. Разворачивается полностью линия на топе. У Сэленсера все уже не так плохо. Более-менее у него на творчестве. На уровне вражеского Марса. Но вопрос остается открытым. Что вообще будет по игре делать этот Сэленсер? Какой он будет делать билд? Будет ли он вообще наносить урон? Посмотрим, потенциал-то у Сэленсера есть для того, чтобы вражеских героев убивать. Ну, явно Сэленсер не лучший герой для Аур. Я думаю, что придется, да, выходить в какой-то урон. Дивай. Тамбан. На горочку Сомна с лагуной и рейндроп. Дивай дерет сак. А помощи для него нет. Гост. Хоть уже и с ультимейтом, но прыгать даже под Тамбу нельзя. На центре нападения. Астрал. Стрела. Удник с РП-сейв. Идеально. По таймингам разыграно. И фраг на Клоке. Синкью пока вот вообще механически не ошибается. За ним ни одной ошибки. В играх не было замечено. Ну, не зря. Так долго он играл в ЛГД. В лучшей команде Китая за последнее время. Ну, сейчас эта парочка должна просто всю карту возить постоянно. Даже с Марсом Мирана не так будет хороша. Хотят еще подставить Думу, судя по всему, на топе. АД с Мираной выходят. Они наступили на вражеский вижен. Их принимают. Глобал есть. Глобал есть. Сразу же атакуют. Никак не помочь. Стан. Ластворд сработает. И ОД с Сайланса не выйдет. Фэй, кстати, опять сеткой. Я думал, что в прошлой игре, которую мы с тобой смотрели на Думе, он эту сетку брал просто потому, что ничего другого хорошего не нашел. А тут он постоянно ее использует. Это, видимо, часть его плана. Игры на Думе четверки. Именно через этот рут. Да, и хороший сетап по длину появляется. Станом тяжело будет промахнуться. 6-7 тысячи перевес за команду Азурей. Сайлансер может по Натвордсу проседает, но очень много выдаёт импакта за счёт помощи от команды постоянной. Сомнус покупает первым слотом Блинкдайгер. Смотри, разбирает арканы. Ботлом отпивается. Круто. Собирает их назад. Так, на центре выход. Но в этот раз уже глобала не будет. Чалис, Астрал, хукшот мимо. Эфай в спине. Эфай с ультимейтом. Дум на андайинг. Но он уже всё нажал, что нужно было. Сайлансер погибает. Плохо. Плохо получилось. Эфай опоздал. И самого Эфай здесь также принимают. Минус 2. Азуры не ожидали такого резкого ответа, что сюда вся команда сместится. Сразу же телепорт вниз. И запушить террорблейды никто не даст. Вот вроде у Фантомки очень хорошая игра. Топ-1 Нетворс. Но можно подумать о том, что Фантомка-то не самый лучший герой в ТБ. Она же его вообще не пробивает. Корма Чап тут проигран вот именно между единицами. При этом, ну не стоит забывать, что против ТБ есть АД, против Фантомки есть Лина. Как-то вокруг этого придётся играть. Не лучший Сайвансер Пушер, но при этом стоит под катапультой. Но он всегда может прыгнуть АД. Нужно быть поаккуратнее. Метаморфозис. Нажат снизу 2 героя. Клок на подсейве. Очень крепко у него. 3 Лотуса есть. Мирайн дроп в запасе. В общем, защита максимальная. Заглашусь с тобой. И с Лотусом и Сандр уже можно будет активировать. Что атака тут захлебнулась. Пытались экстрим выйти, но в итоге не нашли свою цель. Так, ну конечно преимущество думать четвёрки, что Пунетворсу он может быть как твоя тройка. Спустя определённое время. Ну да, пока у него Девавр в один. Мидас у него, естественно, не планируется. Всё же надо играть менее жадно. Какие-то барабаны. Блинг. Это у него уже и два есть. Хукшот в центре. Зомби. Он успел ульту нажать, стал плотнее намного и почти ушёл. Станом Сомнус промахнулся, но добил волной. Да, ну приятно, что Сайленсер продолжает лутать интеллект. Чем игра будет идти дольше, тем скорее всего Сайленсер будет опаснее и опаснее в тимфайте. И по билду мы ещё посмотрим. Это может быть пика. Глядишь, там какой-то манкикинг бар. Да я уже не помню, когда последний раз видел Сайленсера Кора. Очень интересно за ним наблюдать. Скорее на миде, да? Это бывало, нежели на сложной линии. Так, ну посмотрите, какая дистанция. Что Сайленсер, что Лина. Попробую вообще подойти найти. Клокерик закрывает Марса. Астрал есть. Что по Миране? Мирана стреляет. Сайленсер. Есть Глобал. Может быть успеет его нажать. Копьё в Лину. Глобал нажимается, но это не спасает ни Лину, ни самого Сайленсера. Ещё и Минус Глобал. Ну, это, конечно, очень хороший выход от Экстрим. Сейчас, по идее, Азу Рей не смогут принимать тимфайты вообще. Без этого Глобала он очень важный. Против АД. Без этого Глобала АД спокойно сейчас сможет ходить. Там арбы кидать свои. Должны они уже быть замакшены, по идее. Очередной стап под стрелу. Астрал и стрела вообще ломают всю игру для команды Азу Рей. Они не могут. Комфортно играть доту. Врывается Турор Блейд. ОД пытается выйти из тимфайта. Хукшот попадает. ОД нашли. ОД делает один удар. Добивает Глока. Ну и Лу с Андером, с Лотусами. Пытается убить Дивай. Шансы хорошие. Дивай под замедлением от проклятия. Добивает его Лу. GT уже на базе. Да, и все остальные герои расходятся. Очень во время ТБ сюда прилетел. Выглядело так, что можно и дальше убивать команду Азу Рей здесь под вышкой. Но все же фактор того, что Керри может прилететь сюда, они не учли. И в ответ сейчас будет падать вышка. А у Азу Рея она осталась живой. А, качели. Опять качели. Перевес минимальный. Но вот с Астралом, со стрелой пока вообще не шли никакого отпора игроки Азу Рей. Пантомка Бэп на 14 СПТ. Евразбендум. Отличные тайминги у Госта. Да, вроде бы у него отличный тайминг, но ТБ еще больше на Турс. А про core матчап я уже говорил. И меня не переубедить, что ТБ, ну, просто в честной драке от Мартры вообще ничего не оставит. Врыв на Госта. Сетка. Та самая. Та самая сетка. Дум. Хукшот. Фантом Ассасин закрывают. Ну и Фантом Ассасин больше не легенится. Надо еще пару ударов сделать. Догорит она, а Дума догорает. Фантомка. Трорблейд врывается под метой. Дивай. Как-то убежать. Как все лакает. Ничего непонятного. И Фант живет, да, после зомби. Лу ему заплыл только что лотус. Из того, что я понял, большое засейвил его, да. Тот самый лотус. Но Клокверка все же добивает. Андайк остается в тимфайте. Получается его добить. Ну и Челис пока ходит, собирает урожай. 12 интеллекта у него уже взято. Взято в свое владение. Ну ты понял, да, силу сетки? Я вот начинаю осознавать, что ты можешь дистанции герой остановить. Там со стомпом каким-то это просто не работает. Тебе нужно с блиндайгером только прыгать. А тут, получается, ты без блиндайгера можешь играть. А сколько секунд она вообще висит? Полторы где-то? Ощущение полторы-две, да. 1.75. Ну мы почти угадали с тобой. Хороший дизейбл. И остаются здесь на вражеских эншентах ребята из Азурэй. Челис вообще ничего не боится. У него форстаф есть. Но форстаф тебе не поможет, если тебя найдет Марс. И 15-я минута приблизилась. У GT в прошлый раз по этому таймингу появился блинг. Я вот думаю, что самое время для того, чтобы его купить опять. Да, блинг вроде есть. У Марса как раз он только его и купил, ты прав. Так, Сомнус вышел. Интересно увидеть его. Он с блиндайгером должен реагировать и выходить. И Сайлансер с Глобалом в этот раз он должен реагировать. И портал, посмотри. Азурэй летят в спину. Сомнус сам готов прыгать на Экзема. Ленисола. А Экзем понимает вообще, что вот ракетка его просветили не просто так. Врыв. Но Экзем не знает, что он здесь. Ждем сетку. Сомнус не один. Санец, Эклипс. Сетка. Команда далековато, чтобы за Экзема играть. И Лагуна Блейд добивает. Да, Экзем стоит и понимает, что у него только что, еще пару секунд назад, тиммейты были в смоке за спиной. Но тиммейты зашли далеко. Они ушли вообще на энд, чтобы никого там не нашли. Хотя, мэйби был совсем рядом. Такая пока получается своеобразная игра без кэри. 4-4 ребята играют. И в этот раз выходит лучше. Сайленсер. Форстав. Дальше Блинк Дайгер. Надо будет держать позицию. Да, ждем, пока нас китайские сервера отпустят. Немного подушивают лаги. Обычно проходит спустя какое-то время. Ну ты в тимфайтах справляешься. Я вот с непривычки вообще ничего не делаю. Ну это да. Тут фантазию нужно использовать. Глобал. Врыв. От Клока. Марса выгоняет он в Сайленсе. Задумили Фантом Ассасин. Фантомка пока вне игры врываться она в этот тимфайт не сможет. Ждем выход под номером 2 от Марса, я думаю, чтобы кинуть арену. Ну там бы нет. Фантом Ассасин очень много хп отдает. Ставит лишь одну арену. Он как-то не уверен. Я в этом стан. Вот Лины попадает. Лагуна в кулдауне еще и висит. Задувает JT. Ставится арена. Будет ли кто-то под нее играть? У Лу очень мало ресурсов. Остается при этом Сандер Лу. Успеет ли его нажать? Замахнулся Сандером. Тут же получил Астрал. Добивает Марса. Выживает. Террор Блейд. Прыгает Фантомка. И ТБ не успевает на это. То есть реагирует. Лагуна Блейд в Госта. Кукшот неточный. Добивает Фантомку через задувку. Клокер прыгает на Мирану. Оксинь Кью пытается убежать. И уходит под тавер. Фуай в погоню за зомби. Кстати, может найти его. Сетка-то есть. Фуай. Фуай на земле. У Фуай барабаны есть. Он должен быть быстрым. Но зомби тут тоже, знаешь. С Инглэйсом и Транквиллами активными. Когда понимаешь, что герой может в любую елку просто рандомную спрятаться. Даже с Клокерком тяжело искать. Улетает зомби. Но было близко к тому, чтобы его поймать. И за ним идет погоня. Ты посмотри. Полиция просто, да. Задуваем. Ну, уже лучше бы ребята фармили, знаешь, так по ощущению. Дивай выкапывает манго. Подходит Марс. Он без арены. По идее, урона очень мало. Ну, можно какой-то контроль дать. Да, вот копье. Ставится там ПА. И подходит сюда ОД. Фуай телепорт. Уже нажимает Клокер. Ставит Коги. Ну, да. Это было понятно, что когда ребята уже полетели на топ, что лучше было распределить ресурсы и идти фармить. Но пожадничали. Пожадничали. А дают своего Клока. Для Фантомки, кажется, это зеленый цвет для того, чтобы выйти в Рошана. Должно хватать урона здесь. У Андаинга единственное, что нет ульта и тамбы. Так бы это было еще быстрее. Но есть медалька. Медалька плюс Блайдстон на Фантомке. Урона должно хватать. Плюс АД тоже чистым уроном. Сейчас по Рошану бьет большие количества урона. Ну, так-то такой, казалось бы, минимальный мув. Выход на топ-клок умирает. Нет просвета на Рошана. Ни ресурсов. Ну, теории могли подраться. Лина была готова. Ох, ладно. Тем интереснее. Айгисов Атом Ассасин. Блинк покупает тебе Дум. По Нетворцу Дум идет наравне с Мираной. Причем, скорее, заслуга к Синь-Кью. Куда он столько фармана уходит без встроенного Мидаса. Ну, там, наверное, Дум еще не раскрылся. Потому что у него левел маленький. Вряд ли он вообще Максидивау. Врыв в JT. Есть худшот. За Силенсера это может быть еще интеллект. Приятно, когда подключается им на этот персонаж. Пока что Силенсер не особо дамажит. Я смотрю, вроде ПТшка. Форстаф у него есть. Но решают, скорее всего, то, что Глэйвы у него прокачаны в одиничку. Ну, да, видишь, на уровне с Лины идет. Топовый урон у Мидера и у Флейнера. Нет, я начинаю все больше верить Силенсера. Проникаюсь в этого героя. По идее, если ты в Салат Линю не проиграл против Фантомки и Зомби, это уже хорошо. Это уже достижение. Я вот только к лагам привык. Походу, отпустило. Отпустило, да. Уже как-то не так интересно. Меньше фантазии. Смотрим за игрой конкретно. Лина, Блинк, Линза, Шард, Травела. Ну, все. У Сомнуса остается серийный набор Аганим. Эзерил. И Дагоны. Так, ну, ПФА-то, кстати, тут рядом. С командой Экстрим. Какой-то Дум может залететь в АД. Это, наверное, лучшая цель. Безусловно. Для того, чтобы нажимать ультимейт. Потому что остальных он может засейвить. Да и АД в принципе урона не выдает. Когда он под Думом. Ну да, да. Вообще бесполезен становится. И Андайенко уже терегенить тоже не может. Несмотря на Аегис. Команда Азурей в атаке. Все ультимейты откатились. Дум с Блинкдайгером готов рываться. В этот момент Экстримы на Терзателе. Окей. Кому шарт для зомби? Отлично. Один из лучших. Потому что если бы он Миране выпал, то, ну, это так. Дополнительный лип, да, по-моему, там единственный... Ну, плюс там урон попытки наносится. ...какреты для Мираны. Остальное все не так важно. Да, обычно ты хочешь какой-то полезный шарт. А тут для Мираны, которая потенциально может кого-то добить этим липом. Ну так, смотри, просто подходит Лун, сжимает меду, забирает Т2. И команда Экстрим даже не пытается здесь драться. Ребята смещаются в другую половину карты, уходят на топ. Хотя, казалось бы, у Экстрим есть Аегис, есть Арена. Готовы они принимать драку, но слишком быстро это произошло. Не успели перетянуться. Нагло. Сыграли Азур, но не поплатились за это. Ничего не мешает им через 30 секунд с Аегисом пойти в атаку, и там не будет меты. То есть для Азур... Не знаю, насколько это тайм... Но Азур пока вообще... Есть мета, нет мета, они идут. Они идут в этот Аегис. Undying. Классная позиция, активируется Монлайт. Хукшот, врыв на Марса, быстрый, пытается убить Джей Ти. Глобал. Клокверка уничтожили. Фуайдум отдал. Санатлина, отличный получился. Фантом Ассасин можно убить. Фантом Ассасин уходит в Тамбу. Пока Фантомка живет. Астрал. Но Фантомка горит. Фантомка горит, а дума она догорит. Даже если догорит, это абсолютно не страшно. При этом у нее очень мало ХП остается. И что это было? Это вот что бывает, если ты не задумал АД в драке? Ну да. Фуайу нужно серьезно вот прям фокусить этого АД. И если ты даже можешь кинуть Дум Фантомку, этого делать не стоит. Даже если так, да. Дум Фантомку. Террор Блейд нажимает мету снизу. Его в тимфайте нет. Ни Террор Блейда, ни меты. Выход прям 3 в 5 в Аегис. Как-то, да, очень необычно получилось. Да, там еще с хукшотом не повезло. Залетел он в нейтральный кемп. Могли бы быстрее убить Марса. Возможно, он бы не поставил арену. Но в итоге скиллы он свои отдал. Еще и выжил. В общем, да, может команда Экстрим не хотела реализовывать Аегис. Но противник пришел сам. Аегис был реализован. Пока еще нет. Он все еще остался там в одном. Ко, судя по всему, просто спряталась в Тамбе. Там же в нее можно зайти. Угу. Вот он в ней просидел весь дом. Кстати, там Аганим Шарт до сих пор стоит у зомби в Крикбайе. И еще интеллект для Сайленсера. Легкий фраг для команды Азуррей. БКБ у Фотом Ассасин появляется за эти пять минут бегания с Аегисом. Азуррей вообще не стесняются. Они просто постоянно заходят в вражеские лески. Такие киллы находят за счет клока. За счет хукшота. И после этого забирают два вышки. Так же было снизу. Сейчас вот так же происходит на топе. Хотя минуту назад они просто там в салат тимфайт проиграли. Да, такая излишне агрессивная игра. Не всегда это работает. Ты, конечно, проигрываешь тимфайты. Но за время действия Аегиса в итоге получилось. Ребята забрали тавер и снизу, и на топе. Это круто. Но здесь может игра дойти до такой кондиции, что Фантомка купит себе там какой-то Дизоль БКБ и Аганим. Скорее всего, будет у него четвертым слотом. Основной набор артефактов уже есть. И после этого я не представляю, как играть сайленсером, как играть Линой. Когда всегда есть потенциал того, что ты там с одного крита плюс тычки умрешь. Ты правильно говоришь при условии, если Фантомка будет врываться на ту же Лину первой. Но представь, как сложно ворваться будет на Фантомку, которую Аганим. Она же постоянно не видит бы, и у нее КД спыла там 10 секунд. Ее раскрыть, ну, дело непростое. Прады вообще не вспоминаем. Хотя у него Нетворс, ну, топ-3. У него все хорошо. БКБ планирует себе XM делать. Пока что без БКБ уже куда-то в смаке идут. Видимо, по таймингам Фантомки. И Фантомка. Лина Аганим себе еще не докупила. Да, из таких мелочей. Сомнусу вот минуту, минуту дать пофармить. Он купит Аганим, все, он будет готов играть в эти файты. Сейчас по-хорошему Азурей как-то этот файт игнорировать. Лу принимает смок на себя. Соперник выходит на двойку. Но даже если Лина купит Аганим. У Фантомки БКБ есть. Если просто не подставляется под какой-то хукшот, рандомный гост. У него все должно быть, вообще все супер в этой игре. Он прыгает на Лину, нажимает БКБ и убивает ее с трех ударов. У Лины там армора должно быть не больше 10, но вот 11. И это в принципе все. Там, конечно, Аганим чуть добавит ловкости. Но после того, как Фантомка ударит тебя с Дизолем, я очень сомневаюсь, что вот какой-то тимфайт 5 на 5 сейчас могут Азурей выиграть. Если будут готовы. Пятером экстрим. Да, еще и Орбов корожен. Еще больше минус армора. Может быть, там даже какая-то кераса появится у Джей Ти. Лотус потрачен был только что. Можно под глобал будут сыграть в ближайшие секунды. У него Весл плюс Лотус. Ой, 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 ой. Форстаф спасается Лина за счет команды. Сомнус живет. Сомнус нажимает Аганим, рывается. Гост. Два удара. Два удара просто вышло. Санит Эклипс в Дума. Минус два героя уже. Гост Блэкинг Барри режет дальше. Ло остается в тимфайте 1. Пытается выйти в Блэкинг Барри. Даже тут Критуля такая предел, что ТБ чуть не отъехал. Но по ТБ все же урон не особо заметен. Если бы это был любой другой герой, вряд ли бы он сделал здесь типа аут. Очень много встроенного армора у ТБ. И две минуты до появления Рошана. Наверное, это сыграет сейчас на руку Азурей, потому что они смогут за него подраться. Ты, Максим, из будущего, похоже, к нам пришел. Ибо Лина сейчас использовала свою агонимную способность. И ничего не изменилось. Ноль урона в драке. Быстрая смерть от фантомки. Ну, здесь прям такие булочки для фантомки. Просто посмотри на этих героев. Все, кроме ТБ. Чеки-то без БКБ. Кстати, это очень хороший хукшот. Открывает сейчас Клок Риде своей команды. Окно для тимфайта. Да, при том, честно говоря, непонятно, что сделал вообще Марс. Там Т1 стоит до сих пор. Ну, похоже, Фидл. Да-да-да, ошибается здесь оффлейнер. Почти хекс есть у АД. Если Азурей выиграет ТД-кар, то это будет чудо. Вот уже тут ситуация не 66 на 34. Хотя Дота Плюс мы, конечно, доверяем. Но вот, по моему мнению, тут уже 90 на 10. 100-0 говорить не буду, потому что я вчера уже 300 отжиманий ставил. Да, кстати, а когда Максим отжимания? Вчера были. 20-х, пожалуйста. 280. После карты можешь тогда сразу в аналитику парням? Ну, злоба проследит, я думаю. Да давай эту тему закроем, пожалуйста. Ладно, ладно. Хукшот от стрелы. Увернулись. Дивай. Тамба. Ушел, спрятался. Тамба стоит. Будет ли здесь драться дальше? Господа из Extreme пока отдают Undying GT в спине. Ну, начало драки тоже не плохое. GT со всеми способностями. Заходит Глобал, находит Мирану, врыв от Госта, в Сомнуса. Сомнус пытается выйти с карты, из карты не выпускают. Не критует. Все, криты появились, удар есть. Лина в таверне. Фантомасасин выпрыгивает из собственной арены. Мирана выкупается. Команда Узоры продолжает свое преследование. Сайленсер может подставиться. Его видно? А почему Extreme не могут развернуться сейчас? Не видно. Гуай. Прыжок. Контратака на Госта. Гоаст. Он задиспалил все. Копьет. Думят. Думят. Фантомку и Дандайнинга уже нет. Тамбу не нажать. Очень быстрый килл. И Рошан появляется к этому моменту. Драка при этом продолжается. Остается ОД. Который очень быстро погибает. Ну ух, ну хорошо, что не с Холстона. Да, да, да. Все же 10% шанса было. И вот, видимо, это были они. По одному подставились Extreme. Сначала Зоми, потом Мирана. Слушай, а может быть это хайграунд прямо сейчас? Посмотри. 50 секунд без двух коров. Крипы уже на базе. И мета действует. Первая линия падает. Это происходит быстро. Пока Глиф может найти Тамбу. Плохо тут разыграли Глиф и Тамбу. Как такое может происходить в играх, где Фантомка есть, которая может, как говорит, скилл любого. И теперь они просто два кора. Два самых дорогих кора команды. Extreme Gaming в таверне без байбеков сидят. Глиф еще один используется. Здесь сторона точно должна падать. После этого пойдут Азурейна, Рошана. И там будет попытка номер два. Я думаю, без драки они этого Рошана забирать не должны. Обязаны будут дефт-экстрим. Камбэк, который никто не ждал. Сторона у них упала, но потенциал для тимфайта все еще очень хороший. Да, ну видишь, по предметам просто очень много сейчас Азурей могут накупить за это тимфайты и за линию. Бабочка появляется у ТБ. Гост появляется у Лины. Сайленсер там должен был набрать нормальный интеллект за весь этот тимфайт. Ну, пока еще мало, конечно, 26. Кстати, то, что у Лины появляется Гост, это очень хорошо. Потому что у Госта нулифайр вообще даже не планируется. А он ему необходим. Там и Форстафы есть. Мы уже видели, как Лину сейвили. Он не смог ее очень быстро убить. И сейчас еще есть Гост. Там дальше будет Териал Блейд. Ну, Гост против Госта это, конечно, жестко. Ну что, битва на Рошане. Дум в КД 20 секунд. Все остальные ультимейты готовы. Ух. Так, мы байбеки. Марс, Сайленсер и Клокер. Да, три бая. Есть скан, есть ракета. Обо всем знаю. А ты один тут стоит еще. Ё-моё. Ну, тут прям совсем будет тяжело с байбеками играть еще в придачу. Лу вышел. Лу. Хекс поймал. Глобал Тулджер. Спасает Урор Блейд. Урор Блейд нажимает БКБ. Нету пока меты. Ну, без меты пытается драться. Джей Ти пытается выйти из арены. Погоня продолжается за Дивай. Дивай против Эфуая. Неравная битва. В Рошпите находит Марса. Ну и дайв. Фантомка просто убежала. Уже не получилось драться. Дум висит. Эфуай прыгает дальше. Стрела подлетела. Контратака на Дума. Но команда рядом. Может быть получится поймать Фантомку. Это и происходит. Стан от Сомнуса. Сомнус нажимает Гост. Гост не был готов к Госту от Сомнуса. Нажимается Лотус. Пытается Гост как-то выпрыгнуть. Выпрыгивает Клокверк. Добивает Сайлансер. Тот самый, которого уничтожали на линии. Остается одна Амирана. Минус пять. Как это можно вообще предсказать? Вот эти последние действия за пять минут игры. Что Фантомка, которая просто уничтожает всю карту. Погибнет дважды. Умирает без байбэка. Они что-то в рон идут? Мета есть. Мета появляется только сейчас. Глифа нет. Ну ладно. Лу такой. Все, чилимся. Остыть. Остыть, остыть надо. Да-да-да-да. Две линии забрать или там мега-крипов сделать. Реально можно сделать мега-крипов? Мега-крипов сделать не получится. Т-20 на центре. А, да-да-да-да. Реально. Похоже у стороны Рошан. Да. Т-1. Т-1 все полетели. Быстро, по кайфу. Кто-то на аванпост. 40 секунд есть окно. Вот такие-то волшебные камбэки происходят, честно. Ну да. Я говорю, Максим, твои цитаты можно вырезать. Там про шанс на победу. Это происходит за минуту до начала полноценного камбэка. Я не дал 100 на 0, я не совершил вчерашнюю ошибку. Аккуратненький, 90 на 10, и вот сыграли они. 10%. Да, и получилось за 5 минут у ТБ и бабочка, и практически Манки Кингбар появился. Теперь и Фантомку убивать еще проще будет. Там ТБ, если получит фокус от Фантомки, можно будет развернуться просто вместе с БКБ и под МКБ убивать. Интересно, Фантомка уже поменяла свои предпочтения по предметам? Ну что с МКБ? Ну тебе же просто не нужно убивать ТБ. Вот у Гаста простая, должна быть задача простейшая. Убить всех по очереди и игнорировать ТБ. Так что ему купить? Нулифайр? Ему 100% нужен нулифайр, он ничего без него сделать не сможет. Там куча форстафов, там кто угодно может купить гост себе за полторы тысячи голды и засейвиться на 100% от этой Фантомки. Так, ну ожидаем появление очередной меты с Сайленсер. Уже интеллекта стало побольше после этих драк и Хекс появляется. Да, да, теперь я думаю в Марса в Ван Дайнга можно вгрызаться. Убивать в Соло. Так, на Вижне играют. Гост. А может Рапиру уже вообще из этого Димона Эльджа? Ну там уже куплены расходники, Дживелин он есть. У него всегда продать можно, передумать. Смотри, смотри, на Госта летят, они летят. Фантомка без Байбека, Зонус! Живёт! Фантомка пока ждёт момента, врывается на Лину, Лина! Всё-таки добивает её, задумали быстро Фантомку, ставится Тамба, Тамбу пытается уничтожить, Фантом Ассасин выходит из неё, Байбека не будет у Госта. А без него урона не хватит. Да тут ещё могут АД поймать, но подставляется к Синькиу. Так, ну тут можно идти в трон, можно идти в последнюю линию, Хекс. На Мирану ворвались, быстро убили Мирана без Байбека. Пытается добить Сайлансера по Т4, Сайлансер очень плотный, Ластворд на ХМ, ХМ сам себе прячет, Террорблейд избивает Марса, Марс тут пытается под пассивкой играть, бесполезно, ОД, а под фонтан уже прыгает ФА, нужно немножко успокоиться, команде Азуре идти, заканчивать просто по миду, забирая последние казармы. 50 секунд без Фантомаса. Ну аккуратненько, в любом случае играют, там уже очень-очень лоу Т4 ТВР, пол ХП, могли бы пробовать в трон, 45 секунд без Фантомки, наверное, проблема в том, что мета скоро закончится, где-то просто за мета успеть сломать бараки на центре и отступить. Успевают, успевают. Но не все же безлины тут, да, не так все очевидно. Так, откуда там зомби встанет, вылез из этой топы? После байбека умирает, Хекс, ХМ ворвался, можно убить ОД, не ОД, таверно. ОД с баем? Но оставаться нет смысла вообще. Да, но тут Аегис есть, то есть хотят ребята уже драться, просто на плюс морали врывается Мирана, добивает ее, ставится Арена, ОД выкупается, Фантомаса 3 секунды до появления, Сомнус сбивает Марса, Марс выходит из собственной арены, под Фонтаном играет Клокверк, добивает его быстро, Гост вместе с Эксэмом, и падает А4. Ну вот и Гост смотрит на эту Лину, которую он мог бы убить сейчас, но у нее Гост. Как только он прыгает, у нее Гост нажимается, там 5 секунд она живет. В ответ Хекс. Что делать, Аегис, Улу прыгает, ты не можешь, а если прыгнешь Сандра еще можно поймать. И остается голый трон, подходит супер-крипаем. А здесь еще нечего делать, честно сказать, всегда есть четвертая игра этой серии, это все же Best of 5. Но Гост надеется на чудо, Сайленсера видит, ну тут тяжело придумать идеальную схему нападения вообще на Ифмаре, Гост нажимает телепорт, молчает Дум. Ну и в этот момент падает Рон, Джи-Джи, победа команды Азурей, вот уж, вот уж конечно карта, первая